ВИВИТРОЛ Добрый день. Поступил достаточно интересный вопрос рассказать о таком препарате как ВИВИТРОЛ. И автор письма, помимо того, что просит рассказать об этом препарате, описывает ситуацию, которая возникла у его родственника. Был сделан этот самый укол, инъекция ВИВИТРОЛа. Человек пить, употреблять алкоголь перестал, но одновременно с этим появилась раздражительность, агрессивность, постоянное сниженное настроение, такая дисфория. И автор письма пишет, что может даже лучше бы он уж дальше и пил. Что такое ВИВИТРОЛ? На самом деле ВИВИТРОЛ это пролонгированная инъекция, соответственно на один раз в месяц осуществляется. И препарат в принципе не имеет какого-то такого прямо уж кардинального, абсолютно отличного действия от давно уже известных и используемых при лечении алкоголизма средств, таких как НОЛТРЕКСОН, первоначально, что собственно говоря использовался, это было еще в 2000-м, даже наверное раньше году, когда НОЛТРЕКСОН помимо лечения героиновой наркомании начали пытаться использовать при лечении алкогольной зависимости. И такой препарат более селективный фирмы Лунба как Силинкра, то же самое на основе НОЛТРЕКСОНа, на основе антагониста опиоидных рецепторов. И собственно вот ВИВИТРОЛ как пролонгированная дюрантная форма. Что эти препараты дают? Опять-таки и НОЛТРЕКСОН, и Силинкра, и ВИВИТРОЛ. Все эти препараты снижают первичное влечение к алкоголю. То есть собственно вот эта вот потребность, вот что-то хочется, вот чего-то не хватает. Чем характеризуется навязчивое влечение к алкоголю? Когда человек вроде бы без каких-то явных причин, без проблем, которые требуют принятия алкоголя, тем не менее у него возникает якобы желание, потребность к употреблению. Вот это вот ощущение, вот это вот навязчивое влечение, эту обсессию, обсессивное влечение к алкоголю, все эти препараты и НОЛТРЕКСОН, и Силинкра, и ВИВИТРОЛ снижают. Это правда не является гарантией того, что человек все-таки не употребит, потому что блокирующим действием на алкоголь эти препараты не обладают. Соответственно, человек не употребляет, то есть у него нет такого вот непреодолимого острого желания, у него нету даже навязчивого влечения, но тем не менее определенный психический дискомфорт все равно сохраняется. И вот собственно этот вот дискомфорт может быть причиной той самой раздражительности, той самой агрессивности, вспыльчивости, такого нестабильного дисфорического настроения, которое описывает автор письма. Что здесь делать? Ну в первую очередь надо конечно определиться все-таки с тем, какие у человека есть проблемы, помимо употребления алкоголя, скорее всего, та или иная невротическая симптоматика присутствовать будет. И соответственно она требует коррекции, она требует лечения. Поэтому когда мы говорим о лечении зависимости, ну в данном случае медикаментозном лечении зависимости, мы никогда не должны останавливаться только на тем, что дать человеку блокиратор алкоголя, типа там десульферамы, спирали, там колмы или тому подобное, либо дать вот препарат, снижающий первичное влечение к употреблению алкоголя, снижающему обсессивную тягу, такие как вот Вивитрол, Силинг или Нолтрексон, мы должны смотреть и на состояние психического здоровья, то есть наличие депрессивной тревожной симптоматики, астенической симптоматики, дисфоричной тревожности и тому подобное и так далее. На самом деле проблем может быть масса, редко когда проблема зависимостью является такая монопроблемой, и не сопровождается ничем, это не значит опять-таки, что депрессия или тревога являются причиной алкоголизма, но тем не менее они вполне могут с ним соседствовать. И вот если мы убрали алкоголь, убрали употребление алкоголя, алкоголь обладает все-таки свойствами транквилизатора, хоть как и любой транквилизатор со временем он их теряет, то тогда действительно реально на фоне отказа от алкоголя при приеме вот таких вот препаратов, на самом деле можно то же самое сказать не только про препараты латрикционного ряда, но и про то же самое спираль, дисфорам, про то же самое кодирование, что человек или стал пить, но стал раздражительным. Мы можем наблюдать при отказе от алкоголя усиление вот этой вот невротической симптоматики. Раньше она просто глушилась, тупо глушилась алкоголем, сейчас алкоголь убрали, она начала вылезать на первое место. То есть необходимо комплексное, последовательное, целенаправленное лечение. Ну как, собственно говоря, при терапии любого хронического заболевания. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mednauka.net и на нашем канале на портале youtube.com. Всего вам хорошего, до свидания.